Добрую комнату в медучреждении Московской области. Акция стартовала летом, а ее итогом станет открытие к декабрю 40 таких уголков по всему региону. Вот и в детском отделении Видновской больницы тоже сделали добрую комнату. Депутат Московской областной думы Юрий Липатов оставил в подарок мебель, чтобы у детей появилась возможность веселее скоротать свое время в лечебном учреждении. Очень многое зависит от того, какой внутренний настрой, какая обстановка. Врачи, безусловно, делают свое главное дело, детишек лечат. Но вот чтобы уют создать, не всегда хватает у государства для этого средств. На игрушках и мебели наполнение и оформление доброй комнаты не закончится. К декабрю стены здесь ярко распишут по сюжетам любимых мультфильмов. В детской поликлинике планируют сделать два подобных помещения. Средства жертвуют меценаты и организации муниципалитета. Все эти инициативы и вся эта помощь, она всегда приветствуется, потому что детки у нас всегда на первом месте. И любая помощь и любое какое-то такое действие, оно всегда оценится с большим эффектом, когда мы говорим о детках. Ежегодно в детском отделении прибывают более двух тысяч детей. И больничная атмосфера вовсе не настраивает на позитив. Но теперь с помощью доброй комнаты ситуация наверняка изменится к лучшему. Комната замечательная, детки все увлечены, поэтому они не просто здесь болеют, они еще и играют, отвлекаются. Из больницы депутат отправился на прием жителей. Первой пришла Вероника Ломтьева, дочь которой перенесла две операции на сердце. Девочка активно участвовала в различных творческих конкурсах и занимала высокие места. Юрий Александрович, ознакомившись с ситуацией, подарил ребенку ноутбук, чтобы после выздоровления она продолжила хорошо учиться и одерживать победы на Олимпиадах. У меня ребенок инвалид, он ходит на домашнем обучении и не было возможности купить ноутбук для занятий, во время занятий показывать какой-то материал наглядный. Мы обратились за помощью к Юрию Александровичу, он подарил нам ноутбук для девочки. В ходе приема чиновник выслушал еще несколько граждан, у которых были свои наболевшие вопросы. На каждый из них Юрий Лепатов реагировал с пониманием и пытался помочь в их решении. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.